мы продолжаем обшивать и давайте наверное поговорим немножко про фальшборд друзья вот фальшборд я вырезал и ориентируясь по пушечным портам мне потребовалось чуть-чуть укоротить на корме и на носовой части ну наверно не покажу насколько примерно 22 миллиметра должна на полтора такие вот кусочки и сейчас мы будем устанавливать данную данный фальшборд с помощью клея и утюга друзья вот я опробовал способ очень хороший способ ему надо приноровиться но получается прям очень здорово вот друзья так вот у нас получается полностью обшивка намного проще нежели прищепками еще чем-то продолжаем так друзья но следующим шагом у нас идет один из двух элементов 73 73 а 73 а это бархоут который будет накладываться чуть позже сверху клеем и идем вниз и и Ну вот, друзья, мы сделали вторую планку И так мы будем идти сейчас до самого низа Ну что ж, друзья, я закончил обшивать корпус И готов поделиться какими-то моментами Но, как вы видели, с утюжком история идет сильно бодрее и веселее Я зачистил корпус сначала чуть грубоватой шкуркой, потом мелкой И зашлифовал 2500 зернистости Устанавливаю элементы на корме, где у нас будет перо руля находиться На Ахтерштевне И в целом мы будем готовы двигаться уже дальше Из интересных нюансов Ну, вот здесь у нас вставочка потребовалась Вот в этом месте То есть я прошел сверху донизу Когда оставалась последняя планка, я ее установил ближе к килю И уже после этого подогнал планочку, которая у нас запомнила пустое пространство Встает довольно хорошо Давайте так покажу Стыки все замечательно Никаких проблем там особых я не вижу С одной и с другой стороны И в целом в этом плане, конечно, очень здорово получается Вот здесь вот я чуть-чуть подвырезал Можно было укоротить эту деталь Можно укоротить Подвырезать тут как проще, кому как нравится Я вот сделал такой узор Сейчас это все вот у меня заклеится И будем уже двигаться дальше по процессу Вот таким образом у нас получается корма Еще чуть-чуть ее можно будет доработать, дошлифовать Но плюс-минус примерно вот так И установим сейчас бархолты Я думаю, что уже можно Следующим шагом я предлагаю установить бархолты Давайте мы сейчас этим и займемся, друзья Бархолты у нас левый, правый Ну вот, друзья Вот так вот у нас приклеился бархолт Тут мы еще немножко подгоним И вот я вижу место, где можно еще прихватить Вот, друзья, у нас получилась одна сторона Ну и, соответственно, так же мы делаем другую сторону Ну вот мы сделали и вторую часть Все приклеилось хорошо, друзья Чуть-чуть можно будет обработать И двигаться уже дальше Друзья, ну а теперь необходимо довести Обработать вот эти вот стороны Давайте это сделаем напильником Ну вот так вот у нас получается Элемент довольно хорошо вписывается С бархолтом пока все Можно немножко его подчистить От клея Вот в таком виде С этой стороны И теперь то же самое делаем и с другой Смотрите, друзья, вот здесь вот кусочка у меня не хватило Я наращу чуть-чуть Вот в этом месте полосочкой Вырежу из шпона и все будет нормально Чтобы сохранить текстуру я использую вот отсюда Как раз таки элементик И все будет нормально Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Ну вот, друзья, мы нарастили вот здесь вот элементик Здесь все равно потом будет краситься эта история Нам главное было сделать вот этот вот угол Вот этот угол вывели, зашлифовали И что ж Двигаемся дальше, друзья Пора нам просверлить На начальной стадии под бушприт отверстие Давайте это сделаем Итак, друзья, у нас Наступил вот этот шаг Когда нам необходимо установить кондуктор И трехмиллиметровым сверлом Сделать отверстие под бушприт Я обратил внимание, что вот здесь вот практически отсутствует расстояние Но все-таки оно есть Будем соблюдать эту историю Так как я чуть-чуть поторопился до этого И здесь вот приклеил уже планочку шпона Я на кондукторе чуть-чуть выбрал вот это вот место Чтобы дать расстояние И сейчас вот таким образом Если мы прикладываем У нас должно как раз таки все попадать хорошо Дребель, мой друзья Вы можете посмотреть обзор на него В одном из прошлых роликов Ну а сейчас мы будем делать отверстие под бушприт Друзья, я сначала круглым надфилем Проделал отверстие Вот так вот И сейчас буду уже рассверливать его Потому что, на мой взгляд, так будет попроще Вот так у нас получилось отверстие И сейчас мы его просто будем расширять Я взял заготовочку, которая у нас будет под бушприт идти И примеряю, насколько сильно нужно расширить Но нужно, да Вот трехмиллиметровое сверло у нас в данном отверстии Я думаю, что будет интересно расстояние, которое у нас остается Примерно вот такое Расширять еще нужно будет Но для этого нам потребуется уже надфиль с круглым сечением Так как у нас пойдет Здесь будет более толстая часть То логичнее делать это с этой стороны Друзья, ну, остальную часть, я думаю, что уже можно будет подгонять Когда будем заниматься непосредственно бушпритом Бушприт будет обрабатываться Он будет тоже стачиваться Поэтому я сейчас уже окончательно трогать не буду Данного мне размера пока достаточно Поехали дальше Кондуктор нам больше не потребуется Очень здорово, кстати, придумана история с кондуктором Я предлагаю склеить приспособление, которое нам позволит сделать ватер-линию Давайте посмотрим, где оно у нас Реймус, конечно же Вот у нас требуется из этих частей его собрать Карандаш и прочертить вот так вот ватер-линию Поехали Итак, друзья, вот наши части Ну что, тут просто обычный кубик склеиваем Вот, друзья, вот такой рейсмус у нас получился Кубик даем ему высохнуть И после уже будем делать ватер-линию Ну, на этом я предлагаю прерваться И увидимся в следующей серии Пока